Дорога памяти Такое название получила книга, выпущенная к 75-летию Победы К 75-летию начали готовиться с 75-летий битвы под Москвой Мероприятия ко Дню защиты детей в этом году прошли в режиме онлайн Дорогие ребята, всех вас мы поздравляем с праздником Все будет классно, будет светить солнышко И мы с вами обязательно встретимся на наших площадках Ленинский городской округ посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев В День защиты детей глава региона поздравил коллектив Видновского перинатального центра с Днем образования учреждения А также проинспектировал ход строительства новой школы в микрорайоне Дрожжино Подробнее о визите губернатора расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян Поздравляю вас с Днем. Спасибо огромное Семь лет назад в Видном переформатировали роддом Медицинское учреждение приобрело статус перинатального центра Сегодня здесь оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Подмосковья, Москвы и даже зарубежья Стационар на 217 коек, женская консультация и диагностические параклинические отделения В центре ежегодно на свет появляется более 6 тысяч детей Только за 2020-й родилось 2,5 тысячи малышей Из них три тройни Символично, что свой день рождения перинатальный центр отмечает в День защиты детей С праздником коллектив поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев Спасибо вам, вы и защищаете, и роды принимаете, и спасаете Хочу слова благодарности в вашем лице сказать всем нашим врачам Сегодня на передовой находитесь все вы Слава Богу, у нас с ковидом ситуация стабилизируется Но все равно нужно соблюдать безопасность Поэтому лучше быть в маске Главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова Показала и рассказала губернатору о достижениях медицинского учреждения Которое два года назад обзавелось еще одним зданием Где разместились отделения патологии новорожденных и недоношенных детей А также реанимации и интенсивной терапии Отделения оснащены оборудованием мирового уровня Что позволяет выхаживать деток, родившихся раньше срока И малышей с низкой массой тела Перинатальный центр в Видном Такое легендарное учреждение Качественная профессиональная команда медиков работает Андрей Воробью поприветствовал новоиспеченных мамочек И лично одной из них вручил подарочный набор «Я родился в Подмосковье» В котором находятся все необходимые вещи На первый год жизни ребенка Такие наборы при выписке получает каждая мама в Московской области Хочу поздравить вас с рождением ребенка В нашей любимой, дорогой Московской области Это такой замечательный день 1 июня, День защиты детей Хочу пожелать, чтобы вы радовали нас, родителей Чтобы у вас все в жизни получалось Мамам здоровья Вот наш скромный подарок Который вам сегодня пригодится Следующей остановкой Андрея Воробьева В Ленецком городском округе Стал микрорайон «Дрожжино» Где к открытию готовится новый корпус Бутовской школы номер 2 Учебное учреждение рассчитано на 550 мест Оно позволит разгрузить основное здание школы Здесь будут находиться кабинеты дополнительного образования И начальная школа с зоной отдыха и спальными местами Население растет Контингент детки приезжает Подмосковье Должно быть качественное образование Мы этому уделяем принципиальное значение Специальные программы для учителей Предлагаем для того, чтобы лучшие оставались у нас В Московской области Лучшие учили детей Вот в этих просторных стенах Всему самому важному В новом корпусе будет 70 студий В том числе спортивные, хореографические и актовые залы С 1 сентября 2020 года мы открываем профильные классы Десятые Сейчас изучаем социальный запрос наших девятиклассников Есть договоренность с институтами, с преподавателями вузов, которые будут вести И пятые классы различной направленности На территории Бутовской школы предусмотрен стадион с беговой дорожкой Гимнастическая и комбинированные игровые площадки для подвижных игр Всего в этом году на территории Подмосковья Свои двери откроют 33 новых учебных заведения Юлия Погасян, Сергей Ларин, Видное ТВ 1 июня у отделения пенсионного фонда выстроилась длинная очередь В основном это люди, которым на сайте госуслуг Было рекомендовано обратиться в пенсионный фонд В связи с проведением проверки документов По заявлению на выплату единовременного пособия В 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет Многие уже 1 июня получили обещанные деньги Но немало оказалось и тех, кому в выплате было отказано Одно из оснований не пройдена проверка сведений о ребенке По данным реестра ЗАГС Ну вот прислали смс, нужно сверить документы Что-то там у них не совпадает В электронном виде все подали вроде правильно, а не совпадает у них Мне позвонили на прошлой неделе вообще с какого-то другого города Из пенсионного фонда другого города И сказали, что какая-то ошибка, которую они мне не могут сказать Произошла при оформлении заявления Подойдите по месту жительства в пенсионный фонд Говорит, не задерживайте с этим вопросом И со всеми документами подойдите сюда Вот пришла, стою, жду Люди стоят с утра По списку 90 с чем-то человек А по факту только 30-й зашел Но здесь нет 90, вы же сами видите Я по электронной записи на сайте записывалась на 13-15 То есть я уже час стою и у них два списка Один те, кто записывался на сайте, другой кто в живой очереди Но они как-то рандомно вызывают, непонятно как, не объясняют Руководство пенсионного фонда в избежание большого скопления людей Рекомендует воспользоваться предварительной электронной записью через сайт пенсионного фонда или МФЦ Напоминаем, что заявление можно подать до 1 октября 2020 года Дорога памяти Такое название получила книга, выпущенная авторским коллективом журналистов, писателей, краеведов к 75-летию Победы Иллюстрированное издание стало подарком жителям Ленинского городского округа к славной дате В нем рассказывается о подвигах наших героев-земляков Подробнее о книге поведали два ее автора Их выслушал Максим Козлов Более трех десятков книг в течение многих лет выпущено в Ленинском городском округе Об истории Видновского края, его жителях и, конечно, героях далекой уже войны Одна из первых была написана в 1995 году Начиналась военная история, можно сказать, вот с этой книги нашего бывшего главного редактора районной газеты Тогда она называлась «Ленинец» Якунчева Александра Ивановича, моего учителя За чашкой чая представители авторского коллектива новой книги, получившей название «Дорога памяти» рассказали о издании Одна из главных ее особенностей в том, что здесь собраны рассказы о всех жителях округа, получивших звание Героя Советского Союза И на телевидении, и в газете не раз называли разные цифры То 6, то 12 А на самом деле в этой книге, это первая книга, где собраны все герои Советского Союза Их 20 И 23 у нас герои социалистического труда Еще одна особенность издания – огромное количество фотографий и иллюстраций Большинство из них нигде раньше не публиковалось Чтобы собрать их и систематизировать, авторам пришлось немало потрудиться К 75-летию начали готовиться с 75-летия битвы под Москвой Понимаете, считайте, с 41-го года 4 года мы начали готовиться к этой книге Понимаете, вот сколько шел сбор материала При работе над изданием авторы использовали более 30 источников, книг, альбомов, газетных статей Кроме того, воспоминания, письма, документы Некоторые факты, которые собраны здесь, в том числе позволяют по-новому взглянуть и на всю историю Великой Отечественной войны Все говорят, что Гастелло совершил первый ночной таран А на самом деле выяснилось, ну выяснилось это с годами, что первый ночной таран совершил человек, который воевал или служил на Внуковском аэродроме Петр Васильевич Еремеев Есть в книге раздел, посвященный современности В нем рассказывается о мероприятиях, которые проводятся в наши дни Работе поисковых отрядов, установлении памятных знаков, жизни ветеранов Конечно, это для самой широкой аудитории И для того, чтобы они знали о том, что происходило на этой земле, на нашей В нашем городе, в частности, в наших селах, в наших деревнях Книга издана при участии и помощи администрации и Совета депутатов Ленинского городского округа, Историко-культурного центра, Совета ветеранов и, конечно, жителей округа Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ В этом году День защиты детей отмечали в необычном формате Многие мероприятия проводились в режиме онлайн Создать праздничное настроение и поздравить видновчан вышли депутаты, Советы депутатов, активисты Молодой гвардии и члены партии «Единая Россия» Как это было, расскажем в нашем сюжете День защиты детей – один из самых ярких праздников лета Из-за ситуации с COVID-19 проведение массовых мероприятий невозможно Поэтому в Видном для создания праздничного настроения прошла акция «Праздник детства» В этот день проводится много различных мероприятий, конкурсов, спортивных состязаний, мастер-классов тематических Конечно, сегодня в связи с эпидемиологической обстановкой и режимом самоизоляции мероприятия состоятся Но они пройдут в несколько ином режиме, в режиме онлайн Тысячу воздушных шаров и открытых раскрасок депутаты Совета депутатов, члены партии «Единая Россия» и «Молодогвардейцы» дарили юным жителям города В комплекте с ними активисты раздавали защитные маски, напоминая о соблюдении санитарных норм Все они также были в средствах индивидуальной защиты Для нас это очень приятно, потому что мы можем подарить детям радость, улыбку Хоть и в нашей такой ситуации, но мы все равно можем устроить для них праздник Как и все дети, они очень рады шарикам, ну и открыточкам Поздравить детей и их родителей вышел и любимый горожанами клоун Алекс С ним спешили сфотографироваться на память как дети, так и взрослые Дорогие ребята, всех вас мы поздравляем с праздником Все будет классно, будет светить солнышко И мы с вами обязательно встретимся на наших площадках Даже несмотря на то, что у нас самоизоляция так называемая и карантин и все прочее Смогли хоть какой-то небольшой праздник сделать нашим детям Алена Какоева, заведующая детским садом «Жар-птица», устроила праздник для своих подопечных Она раздала шарики и открытки раскраски у себя в дежурной группе, чем очень обрадовала детей В связи с обстановкой в стране мы не смогли организовать большой веселый праздник для них И поэтому было решено поздравить их яркими воздушными шарами и поздравительными открытками Чтобы хоть как-то скрасить их праздничное настроение Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ Это все новости на сегодня В студии была Наталья Буслаева Всего доброго и до свидания Субтитры создавал DimaTorzok